Продолжение следует... Продолжение следует... Ядовитые змеи вызывали у человека страх и отвращение. Но еще в древности люди знали о целебных свойствах змеиного яда. И не случайно изображение змеи в эмблеме медицины. На территории нашей страны обитает 58 видов змей. Из них только 10 ядовитые. Этих змей у нас долго отлавливали без всякого ограничения. Резко уменьшилась их численность в Узбекистане, Туркмении и в других местах страны. И поэтому 4 вида занесены в Международную и Отечественную Красную Книгу. В том числе и Среднеазиатская Кобра. Теперь ее отлавливают в ограниченном количестве и только по лицензиям. ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЗАБАРАДАНИИ Субтитры делал DimaTorzok Юг Туркмении, Каракалинский район. В этих глухих и мало обжитых человеком местах еще сохранились ядовитые змеи. В горах, ущельях и в долине речки Сумбар обитают гюрза, кобра и небольшая, но обладающая сильным ядом, песчаная эфа. Кому-то их нужно ловить, добывать яд. Владимир Бабаш – один из опытных змеелов. КОНЕЦ КОНЕЦ Каждая весна у змеелов страдная пора. Они уходят на отлоп. За сезон удается отловить несколько сот змей. Правда, не каждый день змееловы возвращаются с добычей. КОНЕЦ Наталья Бабаш помогает своему мужу. Она разделяет с ним все трудности его работы. Ну что? Кажется, переедет, да? Ага, хватит. Как успехи, Петер? Ай, слабо. Мало, два штук себе. А это один из лучших помощников Бабаша, Петр Баранов. Ай, что, далеко было ей. Я тоже одну нашел, одну, только хвост видел. Это еле-еле проходная. Ну, иду и навстречу. Как говорится обычно, находишь гирза, гирза лежит. Хороший парень такой, крупный, упитанный. Ну, я как-то на радостях к нему. Осмотрелся, посмотрел, что к чему положение. Выбрал подход к нему. Как ловить буду, все. Подумал. С первого заброса не получилось, со второго не получилось. С третьего, третий раз стал заброс, так он вместо того, чтобы попасть в сачок, лег как палка вот так поперек сачка. Вытянулся и стал разворотом ко мне и приготовился к броску. Но я уже понял, что бросок будет. А сачок он не очень большой, тут уже видно, что достанет, укусит. Я, конечно, как испугался. Бросил этот сачок, рогатку всю отбросил в сторону. Отошел метров 200, сел на камень, закурил, покурил. Подумал, подумал, остыл, охладился, вернулся, забрал сачок, рогатку и пошел дальше. Ловить надо, работать надо. Ну, такие вот дела. Но, честно сказать, это страшно. Когда я познакомилась с Володей и столкнулась с его профессией, для меня, конечно, это было как-то жутковато. Я, как и все, боялась змей. Даже при виде мне казалось, всегда змея может загнаться за человеком. Но теперь я убедилась, что это не так. На моих глазах прошли три укуса, которых я видела, как он их получил. От гюрз и от кобра. Были сильные кусы, очень тяжелые, которых проходилось с трудом переживать. Но были и слабые, от которых успевал отделываться легким испором. Однажды со мной произошел такой случай. На отборе яда гюрза почти ушла со стола. Активная, нагретая, очень строптивая змея попалась. И, уходя, она уже сползала со стола. Я крючком едва ее успел зацепить, как увидел летящую открытую пасть прямо мне в лицо. Не успел отшатнуться, как она кусила уже в грудь. Но у нас все-таки существует неправильное представление. У многих людей, кто с ними мало контактит, не изучил это животное, не видел, как оно ведет себя, то все думают, что одно слово о змее наводит страх и ужас. И люди думают, что она пришла только охотиться на людей. На самом деле это далеко не так. Все змеи от нас уходят, убегают, и нам с трудом их приходится ловить. Вот так они и ночуют, рядом со своей опасной добычей. 30-40 поймаем точно, за 2-3 дня. Все вместе. Да, ну а сколько? Ну это хлеб, за эту и стоить ехать. И то хлеб. Завтра пораньше встаем, чтобы время не протянуть. Часто шесть. Были сборы недолгие. Ну, в принципе, так-то готово. Да, шесть пойдет. КОНЕЦ Бывает, что змееловы по нескольку суток находятся в горах. Проходят десятки километров в день. И сотни проезжают на мотоциклах по бездорожью. КОНЕЦ Самая опасная змея – гюрза. Сильная, с молниеносным броском. Сильная, с мальчиком. Вот и хорошая. Поехали дальше. За 20 лет такой работы Бабаш поймал тысячи змей. Кобра на солнце разогрелась и очень активна. Бабаша! Пленница вроде успокоилась. Но только откройте мешок, и она пружиной разожмется в яростном броске. Змеи кусают не только змеелов. Каждый, кто бывает в местах, где они обитают, может по неосторожности наступить на одну из них. И тогда... Укус змеи редко бывает смертельным. В населенных пунктах пострадавшим могут оказать помощь на месте. Противозмеиную сыворотку готовят из яда тех же змей. Школьника Алтымрата Караева укусила гюрза. Я залез на дерево, а там гнездо. Я сунул руку, ничем не укололся. Думал колючкой. Еще раз сунул, а оттуда змея. Она меня укусила. Я стала пухать. Меня повезли в больницу. Его быстро доставили в больницу и оказали помощь. Редактор субтитров А.Семкин Отловленных змей отправляют в серпентарий. Он обнесен прочным забором, и ни одна змея отсюда уйти не может. Здесь несколько просторных вольер для гюрз и кобр. Есть укрытия, прудики с водой, обильный живой корм. Ответственный момент. Взятие яда у змеи. Или, как говорят змееловы, доение. Стол должен быть гладким. Иногда на него кладут стекло или поливают водой. На такой поверхности у змеи нет опоры, и она не может броситься на человека. Это тоже необходимая часть процедуры. Вращение змеи. При этом она теряет ориентацию. За один прием гюрза отдает около грамма жидкого яда. Кобра чуть меньше. После сушки вес его уменьшается в пять раз. Расстается змея с ядом неохотно. Она возбуждена и очень агрессивна. Каракалинский серпентарий дает около полукилограмма сухого яда. И ценится он дороже золота. КОНЕЦ Наступает осень. Пора выпускать змеи. Ведь их изъяли из природы только на несколько месяцев. Змеи отвозят в те места, где их отлавливали. В других они могут не прижиться, не найдут подходящих убежищ для зимовки и погибнут. Такой способ эксплуатации ядовитых змей в серпентариях наиболее рациональный. Человек получает необходимый ему яд, и природа не страдает. Ведь к ней нужно относиться бережно, по-хозяйски. Тогда у человека не будет с ней конфликтов, и отпадет надобность в Красной книге. Природа будет служить человеку всегда, вечно. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok